Три признака жадного мужчины. Меня зовут Анна Вис, подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы узнать о мужчинах еще больше. Первый признак. Мужчина может казаться щебрым, оплачивать совместные дорогие путешествия, оплачивать счета в ресторанах, но только потому, что сам получает от этого удовольствие. А если ты попросишь для тебя что-то купить, то желание потратить деньги тут же пропадает. Второй признак. Он никогда не дарит подарки без повода. Третий признак. Он часто комментирует цены в ресторанах, пусть даже в шуточной форме. И четвертый. Он всегда упоминает о том, кому, что и сколько он сделал, и сколько денег, и кто ему должен. Какие же они, ребята? Как же без мата-то выразиться? Не, не получается без мата, ребята. Ребята, всем здорово, Саныч. Согласно пункту первому, я так понимаю, даже если мужчина оплачивает, совместные дорогие, мать его, путешествия, походы в рестораны и так далее, он все равно столько жадный, падла, да? Потому что, как бы, ну он же ж не меня одну отправляет в путешествие, это ж ему по кайфу, типа, да? То есть, чтобы ебаным... Ай, все-таки вырвалась немножко мата, ребята. Я пытаюсь быть корректным, политкорректным, так скажем, да? А очень... Знаете, какая у меня буря сейчас в душе, ребята, высказать? Ладно. То есть, чтобы быть в Чаечкином понимании нежадным, ты должен отправить ее на Мальдивы, там, в Турцию, как мы иду, да, мы и так далее. А самому остаться дома, чтобы показать ей, какой ты щедрый, да? А сам-то суйся дома, дрочи. Она поехала отдыхать. Вот тогда ты будешь казаться для нее щедрым, как бы. Если ты ее все с собой позвал, оплатил, блядь, все, повез ее, сука, на Мальдивы, все оплатил, отели, рестораны, все классно, да? Ты все равно падла жадный, потому что, как бы, ну это ж ты не конкретно для нее сделал, да? А для вас обоих, да? То есть, ты кайф получаешь. Я и пойду я, что ли, я не знаю, похаваю, что ли, что-то у меня, короче, аппетит разгулялся.